Шалом, я тут... А, да, ну все, замечательно. Ну, давайте читать по очереди. Хотите, я с вами, хотите, вы втроем как угодно. Нет, нет, давай с нами, ну там как... Нет проблем, нет проблем, как скажете. Ну, хорошо. Окей, ну, у меня первая тут Аня идет. Ань, ты начнешь? Ну. Давай. Так, значит, у нас сегодня... У нас сегодня... Это 21 глава из дворим. Это окончание Порошат Шофтима. Начало уже к ИТЦ. Я просто взяла тут интересные слова, какие-то есть интересные истории. Вот, ну, в общем, как-то так. Значит, вот эта вот речь идет первая, так называемая, Игла Туруфа, история отсылки с проломленной головой. Ки имце, имце, халаль, бе, адама... Имаце, имаце, можно поправлять? Сколько хочешь, правильно. Я просто что-то это надо побольше сделать, если плохо вижу. Так, ки имаце, халаль, бе, адама, ашэр, ашэм, ло, кэха, нотэм, лэха, лэрешта, нофэль, нофэль ба садэ, лоно да ми хикагу. И если, ну, в данном случае, если найдешь, ну, халаля, в данном случае, умерший покойник, умершего в земле, которую Всевышний Бог твой даст и дал тебе в наследие, наследство, лежащего, как бы, павшего в поле, и неизвестно, кто его, ну, хикагу, убил его, побил его. Ну, побил, да, халаль, только халаль, интересное очень слово, очень трагическое, халалейца, например, западившие в бойных израилях, но с другой стороны, халаль, например, это космос, и халуль, это пустой, то есть это что-то лишенное наполнения, понимаете? Ну, покойник, как раз покойник, лишенный души. Ну, правильно, да, поэтому я говорю, но с другой стороны, халаль, халаль, это космос, понимаешь, что я тут вообще... А я знаю, я вчера спрашивала. Какой разнос, вообще говоря, а халуль, это пустой, да, то есть вот пустота. Халаль-рейк, это пустое пространство. Ну, хорошо, Тимофей, можешь читать? По одной фразе? Да, могу. По одной обычно. Ну, давай. Ну, да, это обычно, да. Ты на бет? Да? Да. Молодец. Да, так, и выйдут твои старейшины. Правильно. И твои судьи. Да. Так, у Мадеду. Мадеду – замечательное слово, оно в современном веке тоже вполне присутствует. Мадеду будут мерить. Мерят, все смотрят. Будут мерить. Да, измерят города, которые... Ну, смотри, тут Эль-Ха-Ари имеется в виду, что они будут мерить к городам. То есть от точки, где нашелся труп, они будут мерить от одного и от другого. То есть надо почитать, к какому городу ближе, понимаешь? Авудот-Мадеда – это измерительная работа на современном веке. То есть Мадеду – это вот как раз эти работы по измерению. Окей. И будут измерять к городам, которые окружают умершего. Правильно. Ну, даже, ну, ты правильно сказал, умершего, опять же, умершего есть слово нефтар. Нефтар – это стандартное слово умершего. А халаль здесь – это именно имеется в виду... Жертва. Жертва труп, да. Есть еще одно слово тоже на эту же тему. Это гуфа. Гуфа – это вот ее то, что называется в современном веке – это труп. Уже тело. Здесь уникальное слово халаль – это, в общем, павший. Ну, как-то вот так, да. Окей. Ну, хорошо. У нас Людмила, правильно? Да. Гуфа – это, в общем, павший. И будет город ближайший к умершему, и возьмете... Возьмут, слыхай, возьмут. А, возьмут старейшины города... Иглад Бакар – это Тилийца. Просто Ахи не поняла, при чем здесь. Нет, Аир Аид, того города. А дальше вот Ахи. А, это к нему относится. А того города, Тилийцу, которую не... А Ширло – Убад-ба. Убад – это пастик, правильно? Не работало, да? Да, которую не отрабатывали, до слова. На которой не работали. На которой, да. Которую Машха, не Машха. Которую не тащила, но в упряжке. Которую не тянула в упряжке. А, Оль – Упряжка. Оль – это Упряжка и Ермо, например. Ермо за... Да, Бремя заповеден, и, видите, называется Оль Макхуд Шамаем. Оль – это... Ну, хорошо. У меня перепрыгивает. Лена, а ты можешь читать? Лена Гликман. Нет, я читать не могу. А, нет проблем. Ну, хорошо, в какой-то момент смоги. В какой-то момент смоги. Лена, попробовали бы, Елена. Сколько вы... Да, ты зря, на самом деле. Вполне можно. Не могу. И, главное, не понимаю почти ничего. Это замечательный вариант. Ну, хорошо, мы надеемся. Ну, слушаю. Ситуация улучшится. Ситуация улучшится. Учусь. Спасибо. Мы тебя будем принуждать время от времени. Ань, читай. Буду стараться. Натан, давай теперь ты как-то. А, я слегка, правильно. Все правильно, да. И вот спустят старейшины города вот эту телицу, ну, к такому мощному потоку. И там это вообще мощный. Есть имя современное, Эйтан, очень распространенное. Эйтан, это мощный, да. Мощный, ну, видимо, поток, который не просто... Тут сказано, долина каменистая. Что-что? В переводе написано, скалистая каменистая долина. На Халь там долина. А, да, каменистая. Где вот дальше? Ну, с другой стороны, может быть, это объясняет. Если он каменистый, то там бурный поток. Где не работал, где никто не пошел. Да, Ашер, Ло, Ябет, Бо. Ну, тоже. В котором тоже, значит, как бы не работаешь. Значит, не работали. Это я не очень понимаю. На Халь. Ну, не знаю, может, там лельница была. Ну, в общем, которые... Я думаю, что там нет никакой пашни там, никаких насаждений. Ну, да. То есть вот берут две девственные вещи, которые не использовались до этого. Эту иглу, и, с другой стороны, ее подводят к этому нахалю, который тоже совершенно какой-то естественный источник и не используется в хозяйственных работах. В Ило и Заре, и в котором тоже не сеяли. Ну, типа этого, да. Заре, это в смысле семя, да. В Арфу шам это игла, бенахаль. Арфу, жуткое слово, лааров, это отрубать голову. Это всегда достаточно. Окей? И там отрубят голову этой самой игле вот в этом самом нахале в ручье. Такая неприятная вещь, конечно, бедные животные. Так. Давайте про это. Так, дальше смотрим. Веникшу. Так, что там у нас? Веникшу акуаним бней леви, ки вам бахар ашем его клеха, ле шарто, ле варех пешем ашем, вал пигем, и е колер и флэхоль анега. Нага, я думаю. Нага тут тут. Нага. Нага. Ну, так обласовано. Ну, нага пускай, нага. И приблизиться коэны сыны потом... Да, но только это более близко, по-моему, не приблизиться, а подступит. Ну, подступит. Хорошо, но подожди, приблизиться это ко рву. Мы же как бы хотим дословно, правильно? Я же не прицепляюсь. Нага, лага, лага, это подступиться. Уни гаш, уни гашей лапы. Значит, он вот просто к нему подступился. То есть это вообще... Ну, хорошо, близко. Подойдут, хорошо, подойдут. Значит, коэны, которые избрал Всевышний для служения, и для того, чтобы благословлять именем Всевышнего, и послугу которых будет... Ну, имеется в виду разрешается всякий спор и всякая вот эта вот язва. Ну, имеется в виду язву проказы. Да, да, да. Нега в лексике писания – это всегда нега, это всегда что-то плохое. Типа, как ты сказал, не зараза, а проказы. Да, да, да. Там же цераат, цераат вот это вот правилской, нас нужно осматривать. Так, теперь возвращаемся опять дальше. Тимофей у нас идет. Кто у нас дальше? Тимофей. Тимофей. Дальше опять получится. Переводим. И все старейшины города этого... Так, окруим приближающиеся... Нет, из самого близкого, когда они померят расстояние, но в самый близкий город, вот старейшины из этого самого близкого города. А, зыкнея окруим, да. Да, близкие к труху. К труху. К ховарь. Да. Верхотцу, видимо, наложат их. Не-не-не-не-не-не-не. Вымоют руки. Да, знаменитое русское выражение, которое из христианства, да, умыть руки. Вот я уверен, что отсюда... Видимо, скорее всего, да. Отсюда умыть руки, да. Ладно. Вымоют руки свои. Умоют, да, окей. Да, на вот эту вот телочку. Прорубленную... Волотелочке, да. Аруфа. В удалении. Аруфа – это, в одно слово, это с отрубленной головой. С лиха за подробностью, но как бы то, что есть. Слово из песеней руки нет. Окей? Игла-руфа – так оно называется. Оно так и идет. Это такое выражение. Игла-руфа. С прорубленной головой. Да, ну вот интересно, вы понимаете, вот это вот выражение, которое нам все известно, умыть руки, оно же здесь именно по смыслу. Вот смотрите, сейчас то, что дальше будет. Они именно умывают руки. Это как бы теки с акт, которым они говорят. Все, мы ничего не видели, мы ничего не знаем. Все, они умывают руки. Точно как русское выражение, умыть руки. Ну так по тексту, по сюжету там некий персонаж совершил это действие, сказал, что тоже я ни при чем. Ну да, 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 да. Ну это понятно, что это отсюда взял. И отсюда, кстати, я умываю руки, и когда люди говорят, я умываю руки, иметь в виду, я все, я больше ничего не могу здесь. Да, 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 да. Так они здесь то же самое говорят. Что они говорят? Вот сейчас нам Людмила скажет, что они говорят. Ну, по идее, должно быть шавхон, и тут написано шавха. То есть во многом смысле, а глагол стоит в единстве. Идей на луну шавха. Ответят и скажут, наши руки не пролили кровь эту, и глаза наши не видели. Это вот старейшины, да? Да, 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 да. Вот это вы мойте руки. Я имею в виду, что может быть в старейшинах города, который самый близкий к умершему, может быть какая-то вина, что он погиб. Может быть его там, он просил помощи в этом городе. Или не досмотрели, в общем, любому счастью. Ну, может быть, не дали ему там, не приютили, там, не покормили. Вот, он, значит, вышел, пошел там в поле, замерз там, или на него напали там дети-звери, или что-то такого. Ну, не сейчас мы случаем. Как бы получается, вот какая доля вины есть у жителей этого города. Ну, да. Это освобождает их от принятия каких-то активных мер, то есть расследования, наказания, чего-то. Нет, они нет. В комментариях, кстати, Раш пишет, что нет. Это тем не менее убийцы, если он выяснит, что он убит, все-таки насильственная смерть, то надо искать убийц и их наказать. Это не значит. Ну, на этот момент они говорят, мы ничего не знаем, мы глаза не видели, уши не слышали, все, и все, окей. Так, хорошо, теперь что, Людмила читала, теперь давай ты читай. Да, давай. Так, что дальше у нас? Кто следующий? Я что? Ты. Так. Капер, Капер леамха Исраэль ашер падита ашем ве альтитен дам ве альтитен дамнаки бекеров амха Исраэль ве ни хапер элаэм адам. И они говорят, вот такую, произносят некоторую декларацию. Капер леамха Исраэль. Искупи, прости. Да, правильно, искупи. Искупи народу своему, который ты освободил, вызволил. Левдот, это, ну, типа Геула, который ты освободил, вызволил. Имеется ввиду на эллези Египта. Да, Всевышний ве альтитен дам и не дай крови чистой, в смысле, имеется ввиду невинной. Да, в среде народа твоего, Израиля. И будет искуплена им кровь. Наверное, вот эта вот кровь. Прощина, имеется в виду, что не... Ну, прощина, да, да, правильно. Жизки вынос нас за эту вину. То есть мы не виноваты, не наказывали нас за эту вину. Я вам в скобках скажу, это не очень имеет отношения, только по слову. В современном иврите вот такой сленг мезорахистский из восточных обществ. Одно из самых распространенных слов это капара. Когда человек хочет сказать, ну, ты даешь, приятель, ему говорят, уа, капара, это вот капара, это вот это вот капара. Это очень распространенное. То есть ты мне послан во искупление, как бы, вот эти твои вакедоны, как бы, да? Ну, это идет отсюда, но это такое слово, которое перевести дословно трудно. Понятно, что никто про киликсу не думает, но это слово, слово это просто везде все говорят, когда человек хочет как-то так, в общем, по-компанейски что-то такое, с кем-то обратиться, вот он ему говорит, вау, капара. Окей. Ладно. Хотя, может, это что-то из арабского надо поинтересоваться. Ну, я не думаю. Смотри, это особенное подвижение Росшана и так дальше, капарот и все. Окей. Хорошо. Так. Хорошо. И ты таким образом устранишь ты кровь невинную. Подожди, 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 ты прям как этот самый искусственный интеллект, который отгубляет. Почему устранишь? Слово интеллект, что это такое? Ну, типа Р, ну, как бы устранить, выжигать, уничтожать. О, выжигать, правильно. А ты выжги. Ты выжги вообще. Ну, правильно, устрани как бы. Устрани, хорошо, устрани кровь невинную из среды, из среды твоей, из среды. И таким образом, ты, а, вот, это как бы заключение. И таким образом ты устранишь кровь невинную из своей среды, ибо совершишь ты прямое, правильное в глазах всевышнего. Ну, я думаю, это в плане повеления и делай, и делай прямое в глазах всевышнего. То есть, что, что? Нет, имеется в виду, что здесь, то, что ты вот сделаешь, это все правильно, то таким образом, как бы ты... Я не уверен, правильно писать. Вот смотри, здесь же стоит настоящее, как это, simple future, здесь стоит простое будущее время, то есть, которое не переворачивающее. Это действительно будущее время. Ки-та-се, ты будешь делать. Я думаю, что это стоит простое будущее время. Ты будешь поступать прямо в глазах всевышнего. Да. Это вот не твое вот это вот действие, сейчас оно было правильно, а ты поступай. Потому что это, это, это настоящее, ну, как бы простое будущее время. ОК? Хорошо. Ну, хорошо. Договорились. Тимофей, дальше, ки-та-се. Да. Ки-та-се ламилхама аль овебеха у нотану ашем алокеха у нотану ашем алокеха баядеха у шавита швьо. Швьо, да. А, это уже началась уже пороша. Да, сейчас начинается потрясающая история, которая называется Ишаев иафат. В следующем фразе у нас будет Ишаев Афато. То есть женщина прекрасная либо симпатичная девушка, не, не девушка, а именно женщина, с которой там происходят всякие истории. ОК, переводи. Переводим. Когда выйдешь на войну на врагов твоих и даст его на его смысле врагов врага, врагов. Да. Даст их Всевышний Бог твой в руку твою и пленишь пленных. Да, пленишь пленных. Я вот вообще хотел вам показать, сейчас вот может быть одну секунду, сейчас я вспомнил. Сейчас хочу вам показать издание Штензальца очень хорошее. Да, слегка за паузу я хотел вам показать. Вот я специально готовясь к нашему занятию, я пользуюсь вот таким изданием Штензальца. Штензальц это вот такая вот облечка к Хумашу. Он сделал очень интересный комментарий. Вот вы видите, видно, да? Как называется? Это называется комментарий Штензальца к Хумашу. Чем он хорош? У него вот здесь обычный текст, просто обычный текст, правильно? А вот здесь идет жирный текст, а между ним нежирный. Вот этот нежирный он делает, я думаю, похоже на тому, как он представил весь Талмуд, который написан в большинстве на арамейском, который нормальный человек читать не может, он его перевел на иврит. И человек может спокойно читать. И здесь то же самое. Здесь вот эти связки, даже мы когда переводим, мы начинаем немножко путаться, подсказывать, вспоминать комментарии. Вот он накладывает такую сетку, самую-самую панитиную, которую человек читает просто как настоящий рассказ. Почему я сейчас это вспомнил? Потому что вот на это место Шавито-Шавио он тут же пишет, что в те времена было Макубань, то есть принято в войнах, в войнах самое главное это что делалось. Мужское население убивалось, а женщины и дети они брали с плен. И поэтому тут начинается эта история про пленную. Окей? Почему про пленную мужчину не говорится? Потому что мужчин в плен не брали. такая система была. Их убивали. А женщин их да. Более что здесь ну тоже он объясняет не будем провести. Есть два вида войн. Одна это Милхемед Ршут, то есть которую ты можешь вести, а можешь не вести. А другая Милхемед Хумра, Фурма Слиха, про которую Всевышний сказал. Вот эти княнские народы про них было сказано. Обязательно с ними воюй и всех уничтожь. Поэтому здесь мужское население были обязаны уничтожать. Как-то геноцид. А вот женщин убрали. Вот начинается эта история про эту женщину. Очень впечатляющая история. Окей? Ну хорошо. Кто у нас следующий? Я? Да, пожалуйста. Раита. Ютбет, да? Да. Вы хавета? Вы Раита слеха, вы Раита слеха. Вы а вета? Нет, Раита. Куда? Ютвет? Ютбет? Нет, я думаю вот это мы еще не прочитали. А, наверху. Я просто не вижу. Там наверху не видно. Ютбет. Пониже. Можно чуть пониже? Можно? самое. Ну пониже . Ага. Так, просто так мелко. Раита, вы шивья, аж эш... Сейчас я жмел побольше. Ага, вот так нормально. ба шивья, да. А эшет ефат тоар тоар, да. Вэ хашакта ва вэ лакахта лэха лэйша. И увидит... Увидишь ты, увидишь ты, да? Видишь ты ба шивья, шивья в этой пленнице, да? Ну да, в плененных, я думаю. Имеется в плененных женщинах. А, среди как бы плененных женщину красивым видом? Правильно. Или туар качествами, может быть, да? Не-не-не, именно красивым видом. Туар. Вэ хашахта из желаешь... Да-да, вот хашахта это такое слово вообще стрёмное, да, то есть, но у нас есть много глаголов, несколько, которые выражают синонимы желаний человека. Самый просто это родцом, да, спрашивают ребенка, мат, а родце. Я в современном иврите так тоже... Дети говорят бали-ло-бали, это тоже целая история. Хочу-не хочу, да, а вот хэшик это особое слово. Это в 99% случаев это исключительно эротика, это исключительно, ну не знаю, половое желание, секс и все. Хэшик это в эту сторону 100%. Поэтому здесь понятно, да, это в этом месте стоит. Была как-то лыхала и шага. И возьмешь ее в жены. Да, и возьмешь ее себе, да, в жены. Слегка, я должна уходить, буду в записи дослушать, большое спасибо. Окей. Хорошо, продолжаем дальше. Так, хорошо. Будем на троих делить, правильно? Да, на троих. Сможай. Так, теперь ты на троих. я слегка, да, вот на троих, да. Ве вета, ве гэ ват а, там еще же в конце вот этот вот гей стоит, да, ве гэ ват а как-то, эль тох бей тиха, ве гильха эт роша, ве аста эт цепарнея. И вот ты ее приведешь, вот этот гей в конце это ее, правильно, ты приведешь, и ты приведешь, вав оборотный, тав это ты, эй это ее, соответственно, все вместе ты приведешь ее, да, эль тох бей тиха, в свой дом, ве гильха, то есть она обреет свою голову, ве гильха эт роша, гилох это всегда обревание, да, ве аста эт цепарнея, в современном убеде точно так же, постричь ногти это называется ласо цепарнами, да, вот, кстати, Штензальс, я помню, именно это я запомнил, там он говорит, что это как бы непонятно, что значит ласо, там обстричь или наоборот вырастить, это как бы все на тему того, что она должна себя привести в непотребный вид, то есть, она была яфатор, но поскольку у нее сейчас статус такой, что она в Авелуте, в Авелуте, да, в трауре по погибшему, скорее всего, мужу, по погибшему всей семье, то ей как бы не положено веселиться и все такое, поэтому она ее мехаари называет, ее делают, она была яфатор, а из нее делают мехойера, из нее делают как бы некрасивую, некрасивую, и поэтому ей обривают голову, и в том числе ногти, и ногти от обратного, если в этой местности было принято, что в ближайшем красиво длинные ногти, то ее обстригали, а если наоборот было принято короткие, то ее наоборот отращивают, а вот такая история. Ой-ой-ой, да-да-да, у нас тут непростые дела, окей. Так, но это еще имеет двойной смысл, чтобы она пришла в непотребный вид, и тому мужчине расхотелось бы взять ее. Ну да, ну смотри, в целом, в общее, если ты хочешь идти по как бы такому либерально хорошему комментарию, он говорит, что, во-первых, в те времена так было принято, всех убивали мужчин, а женщин, да, ну и тут начинается, как бы, говорят самославу как бы евреев и так дальше. Тора, смотри, как она благородна по отношению к женщине. Смотри, ну как бы, ему говорится, смотри, ты веди себя к ней вообще говоря по-человечески. И дальше описывается как. Если она, у нее траур, то ты ее оставь в покое вообще на какое-то время. Ладно. Ну да. Халыша. Ну да. И снимет она с себя платье, вот это, как сказать, пленец. Платье пленец, но скорее всего платье пленец звучит. Какие-то красивые какие-то одежды. Да, 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 да. Звучит, может быть, как тюремная одежда, хотя скорее всего наоборот, что ее-то вытащили из дома, а она дома была в красивой какой-то одежде. Вы говорите, что одежду какие-то снять. Она была, значит, снимет с себя эту свою красивую одежду и сядет она в доме твоем и оплакивает она со своего и мать. Свою месяц. Я рахиваю, ну месяц с ней получается. Ну месяц. Короче, после чего возьмешь, введешь ее... Так уж, если совсем правильно говорить, это вообще язык писания, да, она повторяется и войдешь к ней. Войдешь к ней и возьмешь и возьмешь ее как бы в жены и будет она тебе... Ну да, я извиняюсь, но вот это вот слово болта имеет тоже совершенно однозначное болта, это означает овладеешь ею. Ну ладно, не будем без подробностей. Подожди, но важно понимать этот смысл, понимаешь? В современном иврите это тоже оттуда. Бааль – это хозяин. Ну, бааль – это муж. В современном иврите, например, прогрессивные женщины, они не любят, когда их называют вот баали, например. Значит, баали – тот, кто мой владелец. Либо уж совсем, грубо, тот, кто мой овладевает. Поэтому есть всякие заменители, там мой супруг, мой этот, то и дальше. А как бы нормально это болта, и вот он ее овладеет. Это словно по-русски. Будет она тебе женой. Да, вайтал и халай-иша. Я только хочу сказать, хочу сказать, что вы понимаете, да, что у нас сейчас здесь начинается развитие раскручиваемой цепочки. У нас здесь есть несколько событий, одно связанное с другом. И все идет поухудшающе. То есть сейчас идет такая цепочка, которая говорится, вот это все начинается и шая-фато. Правильно? А дальше у нас начинаются всякие истории. Сначала начинается первая, это и шая-фато. Какая следующая история? Что и нашим. Что и нашим. То есть все, как мы уже знаем, что твои жены. Если ты изначально, мы знаем, что идея, как бы простой, простой, и рушь такой. Мы знаем, что у тебя на войне, у тебя такие страсти, все там, кровь, то, хэшик, пятая, десятая. Ты не можешь овладеть, запрещать тебе бессмысленно. Ты возьми ее, а дальше его предупреждают. Но ты имей в виду, кроме того, что ей говорят, посмотрите, голову, пятая, десятая. Ты смотри, что из этого выйдет. И сначала история Ишат и Апато. Если мы тебе говорим, лучше тебе этого не делать. Хочешь, делай, окей. Дальше будет история с двумя женами, одна любимая, нелюбимая. У нелюбимой начнутся проблемы, у него родится сын, и надо будет ему давать двойную долю, а остальные этого будут не хотеть. И кончится вся эта жуткая история про непутевого сына, которого надо вообще говоря, выводить сковородный город и убивать правняк. Истребить из общества. Да, да, да. И вот все раскручивание всей этой цепочки. Мы сейчас находимся в первом рассказе, а дальше будет второй и третий, просто чтобы мы понимали, какая перспектива. Окей? Так, ну хорошо, кто читает? Я? Я. Ну давай, да, слыха. Юд Далик. Да. ВГЯ. Имлю хапацта, ба, ба шлахта ле нахша у махор ло цим крейна бакесех ло цит амер ба тахаташер и нита. О! А это продолжение той же негативной линии, да? Вая имлохафас. То есть мы тебе говорим, что смотри, в конце концов ты ее не захочешь. Не надо тебе... Да. Да. И будет. Если не захочешь... Да, если не будешь... Хапацта ба. Хапацта не хорошее слово, да? Что такое хэфец? Здрастное желание. Нет, в качестве существительного. Хэфец это вещь. Это вещь. Есть слово давар. Давар это сложное слово. Давар это и слово, и дело. Правильно? А хэфец это исключительно материальная вещь, да? Вот когда говорят, что забирайте свои вещички, это возьмите свои хафацин. Вот хэфец это всегда вещественное. Кошелек, это, 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 сумка, это хэфец. Например, на улице вы идете, все стоят, никуда не двигаются. Все тут же говорят, хэфец хорошо, что означает, нашли подозрительный предмет. Вот хэфец это предмет. Да? Так вот, именно здесь, я думаю, есть такой оттенок лохафацтаба, потому что ты к ней изначально относишься как к хэфецу, понимаешь? Как к вещи, ну, не то чтобы неодушевленной, но которую ты используешь для своих, я не знаю, там, нужд. И это неправильно. Да? И дальше что? Вышел, вышел хата. И отправишь ее. Да, это ее, да. Ленавша. По душе ее, что ли? Высвоясь. Ну, высвоясь. Ты должен отпустить ее, высвоясь. Как куда из-за благородства. Ну, да, да. А что? Говорят, а, если ты хочешь над ним бабки заработать, нет, не получится. Почему? Раф Тенальц объясняет, что тогда было принято продавать. Зачем брали в плен? В плен брали для чего? Для того, что продавали. Это было общепринято. Пленников продавали. А ты ее продать не сможешь. Да, тут ставят некоторую препону. Да? Да, продавай, не продашь за деньги. Умахор, логика, да, а продажи ты ее не продашь. Баркесов, за деньги. За деньги ты ее продать не можешь. Ну, не знаю, может, обменять ее можешь. Не знаю. Навара не может сделать. Да, лотит амер. Лотит амер, ба. Не издевайся над ней. Амер, это хорошее слово, оно не сильно в современном иврите. Это в смысле, ну, не доставай ее. Я бы сказал так. Не доставай ее. Почему? Потому что он озлобится, он озлобится, правильно? Потому что хэшик у него пропал, продать он ее не может, под ногами она болтается. А что с ней делать? Понимаешь? Ну, только отпускай ее, все. И аль кит амер, и не издевайся над ней. Почему? Так это аширонита. Ну, буквально потому, что ты ее привыкнул. изнасиловал. Ну да, потому что ее насиловал, да. Хотя онос, это изнасилование, это онос, но они-то здесь это ину. Ину это, это пытание, это что-то такое, в общем, нехорошее. Да? Окей? Я читаю правильно? Да. А, вот начинается следующая история. Понятно, да? Отпустить-то он ее, это самое, бесплатно он не хочет. Ну, вот она у него болтается в доме. И продолжает с ней как-то жить, поживать. Теперь дальше. Какое развитие событий? Такое. Понятно, у человека будет двое-две жены. Не знаю, была жена уже, правильно, когда он привел дополнительное? А какие две? Ага. Скорее всего, аува, которая была до этого, а снуа теперь это, который он как бы схватил по поводу сильного желания. А теперь ни туды, ни сюды. Да? А дальше какое развитие событий? Ну, как бы естественно, рождаются дети. Аува, а снуа, и у любимой, и у нелюбимой, то есть даже ненавистной, да, рождаются дети. А тут и сию одна припона какая. И получится, что бен бехор, которому по тогдашним законам полагалась двойная порция, двойная, как не порция, но двойная часть в наследстве. Да? А как раз получается, что это у той, которая ненавистна. Дальше. Ань, давай, дальше раскручиваем. Ну да, ему дальше продолжают палки в колеса. И будет в день, как бы, наследование становящихся. Когда замещание будешь писать, да? В день, когда придет время, значит, оставлять наследство этим самым детям. Ты не можешь, ты, Левакер, ну, иметь в виду, здесь предпочесть как бы выбрать. Я думаю, что это слово бехор просто. Ты не можешь первенствовать, сказать, а, это я не люблю. Хорошо, отдать первенство сыну любимой над Альпней Бен, над сыном нелюбимой. Правильно. Ибо он, ну, Абокер, который... А, да? Все по факту? По факту. По факту он бехор, никуда не денешься. Тимофей, да? Окей, да, продолжаем. Юдхет. Да, Юдзайн, слуха. Юдзайн, слуха. А, да, Юдзайн, Юдзайн. Tá, Юдзайн, nope. ненавистный. Ну, да. Да, Якир. Ну, в смысле, признает в нем. Да, признает в нем. Что ему полагается вдвойне. Да. Полагается ему, да, пишное. То есть, две доли, как бы. Ну, да. Две доли во всем, что найдет ему. У отца имеется в виду. У него, да. У человека. Потому что он начаток силы него. Да. Решит Оно. Оно это сила. Но я думаю, что тут есть такая штука, тоже смысл, в общем, связан с деторождением. Оно это как бы начало его мужской силы. Это выражается в том, что выражается его первенство. Такая идея. Объясняет, почему объясняет, почему вообще первенцам полагается двойная, двойная это самое. Окей? Так, ему закон первородства, что ли? Право первородство, да, получается. Да, ему, да, ему положено это самое, да. Право первородство. Раскручивается третья история. То есть, все идет по полочкам, да. Дальше. Ки елаиш бен суреру муре. Вот эта третья история называется бен суреру муре. Перечисляю. Первая, Ишаев Атор. Вторая, Ишауава, Иша Снуа. А теперь бен суреру муре. Ки елаиш бен суреру муре, эйнену шуме беколь авив, убеколь иму, ва и сру ото бело и шма алеем. Ну, вот дальше начинается про эту историю бен суреру муре, про которого сказано, что вообще такого никогда не было, а это чисто модельная ситуация. Но тем не менее, если будет у человека сын, который называет суреру муре. Ну, вообще, по-русски это называется обжора и что-то такое, еще что-то такое. Беспутный, беспутный. Беспутный, да. Хотя дословный перевод сурер – это который выступает, бунтующий. Который, в общем, сурер, я думаю, слово, которое, в общем, идет не в обходной дороге. Сурер. Сурер – это как. Ну да, сурер, да, да. А муре – это который бунтует. А дальше говорится, а в чем это выражается? А вот и выражается. Он не слушается голоса матери и голоса отца. То есть он их не слушается, грубо говоря. А они ему запрещают. Вот это, честно говоря, ИСРУ надо посмотреть. Но все-таки, наверное, не подстраживаю. Возьмут его подстраживаю. Они там наказывают, но они его, типа, пытались наставлять. Ну да, они пытались его, чтобы... В том числе, может быть, побить. Они пытались его международно наказывать, но не вышло. Но не вышло, да. Вот я хочу только сказать в скобках, если будет позволено, наша следующая статья в неоголосованном мурите, она как раз будет вот на эту тему. Вот и пораньше, пораньше выкладываешь. Да-да-да. Я хочу сказать тебе, обратите внимание, все еще интересно. Вот этот Бен Сурерумуре, сейчас увидите, что его жутко наказывают в 5-й 10-й. А реально он пока ничего не сделал плохого. Жрет, пьет, ну хорошо, за это человек надо побивать камнями до знака. А тут вы видите, что это все делается альшематит. То есть это все делается к чему? Потому что знают, что с ним произойдет. Так вот дальше в этой статье будет очень интересно разбираться. Есть два положения. Одно, это человек получает за то, что предполагают, что он будет такой гад, лучше его сейчас убить. Вот. А с другой стороны, человеку, надо судить за то, что именно сейчас происходит. Обратите внимание. Ну хорошо, читаем дальше потрясающую историю. Так. И схватят его и приведут его и выведут его к старейшинам города к воротам места его. Ну к воротам, где суд имеет. Ну да. Где судьи заседают, видимо. Ну да. То есть они с ним совладать не могут. Вот они его, значит, хватают под белые ручки и тащат к воротам города там, где сидят. Старейшин, который, по-видимому, является этими судьями. Ну хорошо, Тимеф, и дальше. Дальше. Как? Вемру эльзикней иро бнейну зе срер у муре эйнейну шуме бекулейну зулель ве сове. Так. И скажут старейшинам города его сын наш этот Он с орер у муре. То есть я думаю, что такая наклейка. Это просто вот статус такой. Они говорят, вот он, вот как раз тот, про которого Тора говорит, с орер у муре. Все. А дальше чуток поясняют, в чем это выражается. Не слушает голоса. Да, ну голоса не слушает, но тоже не самое сильное он же, но не слушает голоса. Ну и что. А дальше золель. Пьянствует и поджирается. Подожди, пьянствует, другое слово есть. Золель это жрачка. Золель это обжора. Золель это он живет, он обжора. И сове. Сове интересно написано. Сове от слова сова. Сова это вообще насыщаться, насыщаться, наполняться. Но интересно, что здесь написано все буквы, все буквы, ну то есть две буквы другие. Бет посередине, да. Но по-нормальному, по-нормальному. Сова пишется шином, да. Ну то есть сином, но как бы шин с син. И не алефа аль. А здесь почему-то стоит вот слово, не знаю, как почему объяснить, сове. То есть он не просто жрет, но он вообще круто жрет. Он жрет и очень переживается. Ничего с ним сделать невозможно. Дальше. И вот за такие, казалось бы, невинные шалости его вообще круто наказывали. Читаю я правильно. Варагму, коль аншей иро бэаванин. Вамет. Биарта, опять, арамикир бэха, выколи сраэль, ишмэу выирау. Дальше. В Иргему, вот это вот, вы знаете, что такое? А вы знаете, что такое Маргема, правильно? Сбросание камня. Нет, Маргема это миномет. А, ну, знаешь ли. Вовременно мы в Иврите, Маргема это миномет, это миномет, да? А в Иврите-Танахическом в Писании Рагму это вот одна из этих четырех. Есть еще, скилла. Скилла, насколько я понимаю, это сбрасываются скалы, человек летит, разбиваясь до конца. А Рагму это вот побивать камнями. В новостях, которые, честно говоря, практически как-то не слышатся, когда арабы забрасывают камнями машины, да, вот это же самое слово упоминает. Рагму, бэаванин. Вот Рагму, Коля Анашим, это всегда забрасывать, да, Рагму забрасывать его камнями, да, бэаванин, в чем-то, не просто забрасывать, это вообще говоря, добивать камнями. Вамет. И все, и умрет. И дальше опять у Беарта, а Раме Кирбеха. И выжжешь ты зло, или удалишь зло из среды своей, выколи сраэль, и с миру, и рау. И весь, и все, все евреи, все израильтяне, они услышат, и убоятся. То есть, мы видим, что здесь два момента есть. За что вообще ему такое жуткое наказание, человек любит покушать. Ну и что там, и родители, и все случится. Вообще говоря, большая часть подростков какая-то вполне может попасть под это. А что же они такие ужасы делали? Вот, у Стензальца тоже опрачивал, там очень это самое красиво было написано, либо у него, либо у Ханан Парада, не помню, у Ханан Парада, было написано такое выражение, Адив, Ламут, Адив, Ламут, Закай, Глобэхуа. Это что значит? Значает, его, вообще идея, что его, как бы убегает смертной казни, не конкретно за то, что он сделал, а за то, что говорят так, мы совершенно четко знаем, что, а дальше есть цепочка, которая говорится в Талмуде. Что такое Бен Сурамуре? Он жрет, дальше, живет, пьет, поскольку жрет, пьет он много, ему будет не хватать денег. Откуда брать деньги? Он будет буровать у родителей. Окей? Родители обобрал, брать, делать, делать, делать нечего. Он пойдет на перекресток дорог и будет убивать людей, станет, называется, Листем, станет разбойником, будет убивать. Так поэтому лучше его убить сейчас, когда у него грехов еще мало. И он такой еще наполовину закай. Чем, как бы, его приговорить в смертной казни, когда он уже будет кончен? Вот такая идея. Это первая. А вторая, вторая, ну, тут просто написано по прямому. Вы коли строили, чтобы его выирал. Ну, это как бы, чтобы боялись. Правильно? Бей своих, чтобы чужие боялись. Ну, типа этого, да. Но, опять же, подчеркивается, что это модельная ситуация. Опять же, в Талмуде написано, что вообще такого никогда не было. Бен Суреру Муре такого никогда не было. Окей? А это уже следующее, как видите. Ну да, у нас продолжение этой радостной тематики, теперь, значит, про повешенного говорится. Там сказано, что вот этого самого, которого побьют камнями, потом его... Вроде бы повесили. В конце было написано, что вообще не принято было. Да, да, не принято было вешать. Нет такой смертной казни, как через повешение. А, тем не менее, ну, тоже, наверное, типа в наказание, в назидание человека, например, побиенного камнями его вешали на дереве. Ну, наверное, чтобы смотрели. Но при этом вот это повешение должно быть очень короткий срок. То есть, его подвешивали ближе к вечеру, и тогда же, и как только начиналось это самое, его надо было снимать. Перед законом обоих заходов снимали. И если будет человек грешный, как бы, хэт-мешпад, мавит, ну, по суду, по суду, как бы, приговаривают. Но это грех, за который полагается смерть. вот так, правильно, хэт-мешпад, да, мешпад мавит вэхумат. И приговорят его к смерти, и он умрет. Дословно умерщвлен, правильно? Ну да. Это пассивная рука. Правда, пассивная, хорошо. И повесят его на дереве. Повесишь, повесишь. Ну хорошо, ты повесишь. Да, повесишь его, аляэц, повесь его на дереве. Окей. Кто сейчас, Тимофей, ты или я, я забыл? Ну давай. Пробуем. Не повесь. Правильно. Павшего на дереве. Вообще, навела это, навела, человеку все-таки так неправильно говорить, но вообще навела это падать. То есть, речь идет про то, что это не... Талин, Талин, кстати, я не перелаю. Талин, это, пускай не остается ночевать. Ну да. Да. А, слегка, Талин здесь, это не вешать. Не вешать. От слова Лайла, да, да, конечно. Талин, в смысле от слова Лайла, в смысле не оставляя его на... Да-да. Похоже на... Не будет ночевать. Да-да-да. Не оставляй на ночь вот этот труп, да. На дереве. Так, потому что захоронить Кикавор. Да, Кикавор тихо-порядок, ну, всегда такой двойственная... Захороняй, захоронишь. Обязательно, да. Да, обязательно захоронишь в тот же день. В этот день, да. То есть, повесили перед закатом, а следующий день начинается с выхода звезд. Очень короткий промежуток, то есть он буквально висит там час, да, ты его должен похоронить. Потому что... Или ляк типа проклятия. Ну да, проклятие Бога. Как оскорбление Бога. Такое слово, да. Да, оскорбление Всевышнего, повешенный. Повешенный, да. Да, и не оскверняй. Не оскверняй. А, и не оскверняй землю твою, которую Всевышний Бог твой дает тебе наследие. Наследство. Все. Вон, закончили, красота. Молодцы. Ну хорошо, отчитались? Ура. Ровненько. Ровненько. Ну все, замечательно. Натану, спасибо большое, Натану, прям так шикарно, прям так живо, так прям живо. С комментариями. Да, я стараюсь. Правой. Даже очень жалко, Тимофей, я как бы, очень жалко, что тебя нет на предыдущем занятии, там тоже, в общем, очень интересно. Да, очень интересно. Мы продвигаемся. Надо бы подумать, если ты можешь, какой-то другой день, или это самое. Я, честно говоря, не хочу сейчас менять, чтобы народ не разбежался, потому что обычно, когда привыкают к какому-то дню, то разбегаются. Но, в принципе, там, да, и тема тоже очень интересная, и вообще, чтение неогласованного текста, это супер. Окей? Ну, сейчас учебный год начнется, там будет понятно. Нет проблем. Нет проблем. Замечательно. Окей, хорошо. Все, кто слушает записи, присоединились к нам, либо к этому занятию, либо к предыдущему, либо к тому и другому. Изучайте Еврит, Святой Еврит.